всем привет снова здравствуйте zebras 2019 и вот в этом ролике хотелось бы рассмотреть три программы именно вот процесс лепки какую программу если вы вопросом задаетесь в какой программе лучше лепить давайте рассмотрим принципы как где что происходит по быстренькому а потом вы уже для себя именно возможно выберите где вам удобнее лепить где комфортнее начнем давайте забрать как здесь все дело происходит вы выбираете допустим тулы выбираете сферу или допустим вы здесь можете выбрать любой примитив цилиндр и ринг вариантов очень множество так жмете edit make polymesh и в принципе вот здесь у вас идет сайс размер кисти также вы можете увеличивать размер кисти нажав пробел и вот здесь вот есть граф сайс потом вы можете тут его регулировать так что это все очень просто удобно так то еще можно сделать вот здесь у вас находятся кисти их очень множество есть допустим клей бирды давайте рассмотрим как он работает приближать это alt и правая кнопка мыши вот вы на себя приближаете на себя вот так вот вы ее приближаете выравнивать shift левая кнопка мыши так посмотрим как все это дело рисует здесь здесь все это вот так вот рисует вы видите что симметрия рисунок а симметрия не включена если ctrl z ctrl z x английскую вы нажмете появляется вот две точки и вот вы можете уже симметрично что-то рисовать вы видите что полигонаж вот именно идет ломка что можно сделать это ctrl z ctrl z можно нажать геометрии сделать всему этому дай на мэш дай на мэш он сетку преобразовывать делает однообразной вот так вот теперь вы можете добавлять полигоны control d и вот они у вас здесь высвечиваются в геометре также вы можете их убирать меньше делать и прибавлять больше на мелко на низкой детализации работать и на высокой и вот так все это дело происходит вы видите что насколько ложится глина хорошо также менять световые материал можно вот здесь вот нажав любой выбираете вот он уже изменился если вам с ним комфортнее то уже пожалуйста так как вытягивается есть мофф эластик мофф топологи просто мофф вариантов здесь очень много дров сайт ставите побольше сетку просмотреть поле f и вот вы когда начинаете вы видите вытягивать и вот у вас сетка вытягивается вот так все преобразуется все мягенько все комфортно все удобно и вот так все это дело здесь работает вот такая штука выглаживать можно shift левая кнопка мыши вот вы выглаживаете и погнали дальше опять же уменьшив есть выбрав какую вам надо кисть допустим кисть стандарт вы можете уже что-то прорабатывать вот вот в таком духе вы видите что ломки не идет я акцент именно делаю на этом что модель не ломается идет себя очень хорошо если вы захотели вдавить вот эту штуку то вот у вас переключение зад и засов вы переключаетесь и вот у вас здесь она выдавливает вот такой принцип работы лепки здесь погнали теперь разберем блендер вот когда включается блендер вот такая у него заставочка высвечивается чтобы ее убрать надо нажать на свободном поле она исчезает получается здесь вот базовая это камера и свет и примитив как их убрать нажимаем английскую а два раза вот все выделяется боковой панели удалить удалить очищаем поле следом если нам нужно добавить какой-то объект заходим создать здесь есть куб окружение конус даже обезьяна есть ну и давайте попробуем и на экосферу включим вот такая сфера колесико приближает control колесико зажатая тоже отдаляет приближает shift зажатая колесико двигает ну и в принципе вот такие вот манипуляции с моделью так что нужно сделать здесь вот можем разбиение у здесь вот написано разбите вот можем добавить и полигонов вот такая штука гладкая выходит так следом используя табуляцию вот много режимов режим объекта режим рисования веса режим скульптрица режим правки это вот смотря чем вы занимаетесь переходите в ту или иную зону для работы режим скульпта включаем вот здесь появляется вот такая панель здесь у нас размер кисти прибавляется вот вы видите больше стал вот так можем уменьшить можем использовать английскую f вот на себя тянем увеличивается перо от себя тянем уводим вот она становится меньше нажимаем левой кнопкой мыши все она становится такой какой мы выбрали следом здесь есть сила сила эффекта это вот допустим проявление вот насколько будет проявляться сильно вот это вот ваша прорисовка мягче больше вот если больше поставить будет вот так вот сглаживание более мягко работать если уменьшить до низа допустим вот ее будет почти не видно так следом здесь есть величина сглаживания автоматически применяемая каждому стриху следом сила эффекта так следом что тут колесиком прокручиваете появляется вот такая панель здесь вот есть симметрия вы ее включаете вот она работает по иксу также вы можете переключить работать по игреку или вообще отключить работать без симметрии так дальше перо когда вы включаете перо вот более-менее сейчас я тут поставлю посильнее вот эту штуку вот здесь вот она видите перехлёстывает именно накидывает больше вот такая штука прикольная если перо отключить можно и без него лепить все нормально так есть тут динамическая именно лепка вы ее включаете просто можете лепить она сама будет подстраивать вот эту полигоны как еще можно все это дело подкорректировать control z как и в заброшу все это дело так control z удаляет все это на шаг назад вот такая штука ну и давайте сначала уберем вот эту площадь чтобы она не маячила она иногда мешает это вот сбоку боковая панель есть так есть этот крестик вы на него нажимаете и колесиком перекручиваете так сейчас я все подключаю чтоб не запутаться так вот отображение только визуализация все площадь вы убрали ну и свет сфера если цвет вам не нравится то заходите так вот здесь вот отображение затенение вот быстро быстро ставите затенение и нажимаете вот высвечивается у вас сферы какую хотите можете включить допустим глину так что еще здесь можно сделать в принципе это нам уже не надо тут вот штрихи текстура это вы уже в процессе сами разберетесь вот боковая боковое окошко нажимаете допустим на ключ здесь есть модификаторы разные вот можно выбрать мульти разрешение включить высвечивается вот такое окошко предпросмотр то есть да и вот вы можете вот эту вот сферу еще добавить и подразделений вот вы когда нажимаете подразделить вот у вас растет вот здесь вот именно как забраться вот эти дивайды скульптура и визуализация вот сколько позволяет вам ваш комп если он не будет подвисать то вот вы можете вот здесь вот уже используя вот это вот подразделение лепить вот использовать также можете любую кисть допустим вот выглаживание тут же есть кисть вытягивания опять же f жмете если вам нужен больше радиус вот вытягиваете всего так вот корректируете моделируете shift опять же все это дело выглаживает принципе вот такая система но если вам понравится здесь работать то успехов в работе ну и давайте посмотрим так ну в принципе все за это рассказал да базовое такое простенькое именно кисти размер как сетку убрать так что еще тут можно режим скульпта вот можете здесь нажать вот в режим правки выходить вот у вас вы видите какая сетка тут и опять же в режим скульпта можете выйти вот уйти вот у вас все вот такой вот так все выглядит так что еще ну в принципе с этим все вот есть файлы если вы будете допустим смотреть уроки у кого будет на английском стоять программа то заходите в параметры находите вот высвечивается такое окно вот система и вот так отключаете вот эти галочки и вот у вас уже все весь интерфейс на английском так точно так же галочки ставите будет на русском так все погнали теперь скульптурс рассмотрим так и третья теперь программка это скульптурс альфа шестая вот такой у нее внешний вид здесь все проще нету никаких боковых панелей чего-то лишнего очень все просто как поглядеть сетку нажимаете вот это w вот у вас выходит такая сетка уменьшить сетку жмете вот на этот значок прибавить сетку полигонов жмете вот на это так же subdivision all так следом что еще вот она симметрия вы ее отключаете ок ее нет ок она появляется здесь нижняя панель это сохранение в общем это импорт а это экспорт в общем это вот родные форматы скульптурс тоже импорт экспорт так следом здесь вверху у вас находится регулятор именно размера кисти вот он верхний здесь у вас интенсивность здесь вот у вас находятся кисти и в принципе вот здесь вот находится у вас материал световой вот можете любой выбрать нажимаете вот у вас такой нажимаете допустим у вас вот опять глина вот детализация вы можете просто поставить на мелкую и работать без детализации полигоны не растут если вы добавите на середину детализацию или на всю то уже вот вы когда проводите и смотрите сетку вот вы видите насколько она меняется так вы где рисуете там она растет сетка где вы ее не трогаете там она без изменений shift правая кнопка мыши выравнивает следом что колесико приближает удаляет и зажатая колесико вертит крутит так ну в принципе вот и все что здесь такого здесь есть вот кисть вытягивания вы можете все это дело растягивать как вам надо вот так можете все это дело сглаживать и можете все это дело им используя клей прорисовывать отключив клей можете рисовать именно как кисть стандарт в зебраж и в блендер также можете здесь все это дело выкручивать вот таким вот образом или допустим включив глобал ключев x и y симметрию можете это дело все уменьшать прибавлять размеры вот так вот вот эта кисть она вот именно режет чем больше вы ставите интенсивность и размер кисти тем больше идет вот именно вдавливание он краузет как и в зебраж как и в блендер вот именно стандартная комбинация возвращает на шаг назад но вот единственное что ограничено вот скульприз ограничен возврате если в зебраж можно уходить именно до начала работы по вот этим процессом по шагам то здесь именно ну на 3 если пойдет то на 8 назад можно шагов вернуться не больше так инверсия если вам нужно допустим что-то вдавить нажимаете инвертор и вот вы можете уже вдавливать используя клей выдавливается вот видите что ровнее все мягче глаже также можете не не водить кистью а просто именно нажимать кнопку и она будет вдавливать сама вот есть такие варианты если вы решили делать бюст в той или иной программе то лучше конечно использовать базовые уже болванки заготовки именно для бюстов для головы но можете также здесь все это дело вытягивать это уже уроки ролики я уже об этом снимал просмотрите ссылки оставлю